Я еще раз всех приветствую в этот зимний предновогодний уже скоро вечер. Хотелось бы спросить, вообще есть новогоднее настроение у вас или пока еще нет? Уже появилось, да? Готовимся. А кто-нибудь знает, какой нас ждет год по китайскому календарю? Да, черного водяного кролика. Этого года не было уже 60 лет, так что, думаю, многие его не застали из нас. Мы с вами еще поговорим про это, поговорим про Новый год в России. Но вообще сейчас начнем такое небольшое, не кругосветное, но путешествие. И побываем на Рождестве и на Новом году разных стран. Итак, посмотрим все с вами самыми интересными и необычными фактами. Узнаем, кто такой Йолу Пуки. Узнаем, как не получить уголек вместо подарка. Как не подавиться виноградом. Где вместо елки наряжают грабли. Почему в Италии вам на голову может упасть старый утюг. Ну и почему в Японии часы бьют не 12, а аж 108 раз. Ну, для начала, наше путешествие началось в соседней Европе. В большинстве стран Европы по католическому календарю 25 декабря, а в ночь на 1 января традиционный Новый год. Ну а вообще одной из главных новогодних стран является Финляндия. Финский Дед Мороз как раз и называется Йолу Пуки. Он добр и выполняет все желания. Главное не загадывать желания слишком громко, а то могут услышать злые духи. И тогда уже не факт, что оно исполнится. Ну, в Финляндии находится резиденция Деда Мороза, именно Лапландия, до которой можно доехать на новогоднем экспрессе из Хельсинок. Дед Мороз, преодолев в рождественскую ночь долгую дорогу из Лапландии, оставляет на радость детворе большую корзину с подарками в каждом доме. Ну, собственно, как и наш с вами. На новогодние праздники в Финляндии распространены гадания. В будущее заглядывают с помощью воска, задают вопрос, затем воска-цвечи капают в воду и изучают получившийся рисунок. Финны уважают обильное застолье с горячительными напитками и угощениями, среди которых обязательно должен быть сливовый кисель и сладкая рисовая каша. Ну, а теперь плавно перемещаемся с севера на самый юг Европы в Италию. В Италии итальянского Деда Мороза зовут Баббо Натале, однако главный на Новый год не он и даже не Снегурочка. В Италии к детишкам на волшебной метле прилетает добрая фея, Бефана ее зовут. Хорошим послушным детям она оставляет подарки, а тем, кто вел себя не очень хорошо в этом году, щепотку золы или уголек. Ну и Новый год в Италии нужно начинать, освободившись от всего старого. Поэтому 31 декабря из окон выбрасывают старые вещи. Итальянцам очень нравится этот обычай, они исполняют его со всей южной страстью. В окно летят старые утюги, стулья, диваны. Ну, главное, чтобы никого не заделал этот момент. Ну, а не в мегаполисах, конечно, но в маленьких традиционных итальянских городках, в двух-трехэтажных домах прогуливайтесь осторожнее. Еще остановимся немного в Италии. Рано утром, 1 января, необходимо принести свежую воду из источника, так как вода приносит счастье. И если тебе нечего подарить друзьям, говорят итальянцы, подари воду с оливковой веточкой. Кстати, как тема для подарка. Ну и на новогоднем столе обязательно присутствуют орехи, чечевицы и виноград. Это символы долголетия, здоровья и благополучия. А также для итальянцев важно, кого они первыми встретят в новом году. Если первым встречным будет монах или священник, это почему-то плохо. А вот встретить горбатого старика, это наоборот, к счастью. Интересно, а встретить старого доброго горбатого священника, это в итоге хорошо или все-таки не очень? Испания. Недалеко мы с вами улетаем. Согласно старой испанской традиции, каждый человек в новогоднюю ночь должен съесть 12 виноградинок, по одной с каждым ударом курантов. Поэтому в местных магазинах перед Новым годом появляется виноград, очищенный уже от косточек и даже от кожуры. Можно сказать, что испанцы входят в Новый год с набитым ртом. Кстати, совет, выбирать виноградинки поменьше нужно, чтобы случайно не поперхнуться. Еще одна местная традиция – это надевать на торжество красное нижнее белье, причем как женщинам, так и мужчинам. Считается, что красный цвет притягивает удачу в делах и финансовое благополучие. Также многие влюбленные пары обмениваются этими деталями интимного гардероба в канун праздника. Ох уж эти страстные испанцы! Итак, летим в Грецию. В Греции. 1 января там не только Новый год, но и День Святого Василия, покровителя малоимущих. Именно он стал здесь своим Новым Дедом Морозом. Греческие дети ждут на Новый год подарков от Святого Василия, они вовсе не от Санта-Клауса. Святой Василий был известен своей добротой. Издревле греки считали, что он проникает в дома христиан, так же, как итальянская бифана с подарками, правда, не верхом на метле. В знак уважения к Василию на столе ночью оставляют еду. Основное блюдо праздничного стола – пирог с узорами из теста, орехов и ягод. Внутри запекается монетка на счастье. Кому выпадет кусочек пирога с монеткой, и тот будет самым счастливым в Новом году. Главное – не прокусить зуб при этом, а то будет не очень весело. Ну и гости в Греции могут захватить с собой большой камень, который бросают у порога со словами «Пусть богатство хозяина будут так же тяжелы, как этот камень». Ну, летим с вами в Венгрию, в Будапешт. В первую секунду в Венгрии предпочитают свистеть, причем используя не пальцы, а детские дудочки и свистульки. Считается, что именно они отгоняют от жилища злых духов, призывают радость и благополучие. К празднику венгры также не забывают о магической силе новогодних блюд. Фасоль и перёх сохраняют силу духа и тела, яблоки – красоту и любовь, а орехи способны защитить от беды. Не забываем про чеснок от болезней и про мёд, чтобы подсластить свою жизнь. Ну, а на утро все идут купаться в один из горячих минеральных источников Будапешта. Для жителей этого города это святое. Летим в Лондон, Англия. В Англии Новый год у нас отмечают вовсе нешумными гуляниями. Праздник там встречают в кругу семьи и в гости не особо принято ходить. Однако существует неписанное правило, по которому в новогодний вечер каждый может без всяких предложений прийти на праздник в любой дом, даже к незнакомым людям. И будет радушно принят. Ну, должен быть радушно принят. В таком случае незваный гость должен принести с собой лепешку, виски и хотя бы небольшой кусочек угля, бросить его в семейный очаг и пожелать, чтобы огонь в этом доме горел долго-долго. В Британии также распространен обычай перехода от старого года к новому. С первыми ударами часов открывают заднюю дверь дома, чтобы выпустить старый год, а последним ударом открывают переднюю дверь, впуская в свой дом Новый год. Влюбленные в Англии, чтобы не расстаться в Новом году, в эту минуту обязательно должны поцеловаться под веткой омилы, считающейся магическим деревом. В Англии принято Новый год разыгрывать представления для детей на сюжеты старинных английских сказок. Так, лорд Беспорядок ведет за собой веселое карнавальное шествие, в котором принимают участие сказочные персонажи. Хобби Хорс, Мартовский Заяц, Шалтай Болтай, Панч и другие. Всю новогоднюю ночь уличные торговцы продают игрушки, свистульки, в общем, все, чем можно посвистеть. И перед Новым годом дети ставят большое блюдо для подарков, которое обязательно им должен принести Санта-Клаус. В английских домах к новогоднему столику подают индейку с каштанами и жареным картофелем, также тушеную капусту с мясными пирогами, ну а затем пудинг, сладости и фрукты. Именно там возник обычай обмениваться в Новом году поздравительными открытками. Первая открытка была напечатана аж в 1843 году, довольно давно. Снова летим в Испанию и переносимся из Европы на Ближний Восток, а именно в Дубай. Несмотря на то, что в мусульманских странах встречать Новый год не принято, мы все-таки заглянем в Дубай и посмотрим, что же происходит там. Вообще, салют в Дубай – это традиционно один из самых впечатляющих и грандиозных в мире зрелищ. Кстати, не забудем про Америку. Санта-Клаус, индейка и соперничество соседей. Кто лучше и ярче украсит свое жилище в типовых пригородах с похожими домами? А вы сами все видели в американских новогодних комедиях. Не забываем про «Один дома». А вот в колоритную Южную Америку стоит обязательно заглянуть. Бразилия. Что же у нас? Код Рождества во многих странах мира считают семейными праздниками. Но в Бразилии наоборот. Все стараются оторваться от семьи, отметив праздник в шумных компаниях с друзьями. Ну, в принципе, в России у нас тоже это довольно распространенное в последнее время явление. Помимо того, что улицы городов яркие и красочные, они становятся белыми, но не из-за снега, который там, естественно, не бывает. В канун Нового года работники офисов выбрасывают бумаги из окон, отмечая конец старого рабочего года. Да уж, слепить снеговика из такого снега точно не получится. Бразилия на Новый год – это зажигательный латиноамериканский карнавал. Сильнейшая жара и Санта-Клаус, который рассекает по волнам на доске для серфинга. А что с празднованием Нового года в странах Южно-Восточной Азии? В Юго-Восточной Азии традиционный Новый год, конечно, тоже отмечается, но скорее для туристов. А вот для души и с настоящим размахом празднуется Новый год в период с конца зимы по середину весны. Но даты в разных странах отличаются. Хотя елок, снега Деда Мороза или Санта-Клауса здесь все равно не найти. Таиланд. В Таиланде Новый год, или как там называется Сонг-Кран, отмечается по древнеиндийскому календарю с приходом сезона дождей. В середине апреля веселое празднование может затянуться на недельку. Тайцы угощают буддийских монахов праздничными кушаниями. Статуи Будды омывают водой с лепестками роз и жасмина. В эти дни сложно остаться сухим. Тайцы из водяных пистолетов, ведра шлангов обливают водой всех прохожих, проезжающих, мажут белой глиной и тальком. Это символизирует очищение, обновление и избавление от негатива за прошедший год. Ну, это, наверное, действительно очень весело и ярко. Вьетнам. Там Новый год отмечается уже по лунному календарю, между 20 января и 20 февраля. Там как раз наступает в это время ранняя весна. Новый год там так и называется – праздник весны или Тет. Вьетнамский Дед Мороз – это персонаж Тао Куэн. Его называют духом семейного очага. В канун Нового года он отправляется на небо на Карпе, который превращается в дракона, чтобы затем доложить небесному владыке о добрых делах и поступках всех членов семьи. Загадать желание просто. Нужно всего лишь опустить в ближайший водоем живого Карпа, предварительно нашептав ему свое желание. Новогодний праздник весны – это самый веселый праздник в году. И символ Нового года, который должен быть в каждом доме – это ветви расцветающего персикового дерева. А вообще главный атрибут вьетнамского праздника – вовсе не елка, а щедро украшенные грабли. Да, вам не послышалось. Считается, что чем шире и красивее грабли, тем больше и лучше можно загребать счастье и достаток в Новом году. Вот это вьетнамский Дед Мороз, такой яркий, но опять же с красными атрибутами, как и наш классический. Отправляемся в Китай. Китайский Новый год, как во Вьетнаме, – это праздник весны, которые наступают по лунному календарю между 20 января и 20 февраля. Все статуи Будды в храмах и монастырях почтительно омывают из горных источников и обязательно обилие красного цвета в одежде. Также украшения домов и улиц тоже бывают шумными. Взрывы петард, громкие хлопушки, фейерверки – все это должно отпугнуть духов и предвлечь удачу. Также в домах прибираются и обязательно освобождают место для счастья. Ну а закончим наше новогоднее путешествие в далекой Японии. Япония – это самая восточная страна, и Новый год там отмечают 1 января. Многие города Японии украшают ледяные дворцы и замки, а также огромные скульптуры сказочных героев. Здесь, так же как во Вьетнаме, популярный новогодний аксессуар – это бамбуковые грабли. Они нужны, опять же, чтобы загрязи себе по большей части и денег. Ну а вместо елки там используют карликовую сосну или маленькое новогоднее деревце – мотибана, украшенное шариком из моти и склейкого сорта риса. Есть у японцев и свои куранты, правда, бьют они не 12, а целых 108 раз. По древнему поверью, каждый раз убивает один из человеческих пороков. Их, как считают японцы, всего шесть – жадность, злость, глупость, легкомыслие, нерешительность и зависть. Но у каждого из пороков есть 18 различных оттенков. Вот по ним и звонит японский колокол. А значит, человек в Новом году обязательно станет чуточку лучше. Ну что, прилетаем в Россию, в наши родные просторы. И изначально елки там украшали деревянными игрушками, фруктами, орехами и сладостями. Декорации стекла вошли в моду несколько позже, с 1850 года. Современные елки украшают стеклянными шариками и игрушками, гирляндами и мишурой. Фигурки Деда Мороза и Снегурочки вместе с новогодними подарками прячут под елку. Новый год в России невозможен без волшебной пары персонажей – Деда Мороза и Снегурочки. Щедрый Дедушка Мороз, его сказочная внучка, помощница, приходят поздравить детей с Новым годом и дарят долгожданные подарки. Также важным элементом на новогодних российских столах являются мандарины. Предположительно, традиция ставить мандарины на новогодний стол была популярна после того, как ее культивировал последний русский царь Николай II. Это была роскошь. Многие люди даже копили на покупку этого фрукта в канун Нового года, единственного дня в году, навсегда связанного с запахом мандаринов. Ну и какие есть вообще популярные новогодние убеждения? Самое известное гласит, как вы встретите Новый год, так и проведете его. Тем самым все делают все возможное, чтобы отпраздновать Новый год весело, хорошо, чтобы так же он прошел и в дальнейшем. Оставить все долги на старый год, то есть вернуть долги до наступающего Нового года. В новогоднюю ночь нужно носить совершенно новую одежду, которая в лучшем случае должна быть счастливой расцветки будущего года. Но один из самых значительных и захватывающих – это дух элементов новогодней ночи – загадывать желания. Мы верим, что все пожелания обязательно исполнятся. И существует уникальный метод загадывания желаний, который дает стопроцентную гарантию. Пока колокола бьют 12, нужно написать желание на листе бумаги, сжечь его на свече, смешать пепель в бокале шампанского и выпить его до того, как куранты перестанут бить. Попробуйте сами и убедитесь, что это работает. Ну и какие есть у нас новогодние ритуалы? Чоканье своим бокалом в первую минуту с неженатым мужчинам для привлечения любви. Съедание мандарина или грозочки винограда в последнюю минуту Нового года принесет достаток. А поцелуй любимого человека в первую минуту наступившего Нового года подарит взаимопонимание и счастье. Также загадывание желаний на бумажке, сжигание и выпивание пепла с напитком под бой курантов. Ну, как мы уже сказали, это такая некая традиция. Также рождественский венок является символом благополучия и достатка, поэтому к изготовлению этого украшения следует подойти со всей ответственностью. Можно сделать его своими руками из еловых веток, шишек или вообще елочных игрушек. Такой же венок можно использовать при оформлении праздничного стола, добавив к нему в качестве символического украшения декоративную свечу. Сверкающий цветными огоньками и иллюминацией красиво оформленный дом будет первым встречать приход Нового года. Для декорирования используйте всевозможные гирлянды и огоньки, которые можно расположить не только по периметру фасада дома, но и на входных дверях или калитке. Также как же украшать комнату? Готовим жилище каждый год. Наши предки украшали свои дома новогодними елками столетиями. Сейчас новогодние ели многие украшают игрушками самых различных форм. Ну и поздравление может быть соответственно в самой разной форме, как в письменной, так и устной, в прозе, в стиках, в музыке, аудиопоздравления или даже видеопоздравления. Главное, чтобы это было с душой и, конечно же, от всего сердца. Какие есть традиции семейные на Новый год? Хорошей приметой считается наряжать новогоднюю елку всем вместе. Это будет сплочать семью весь следующий год. С каким цветом вообще у вас ассоциируется Новый год? Может быть с цветом нарядной елки или с оранжевыми мандаринками, а может быть вообще с белым сиянием снега. Новый год это всегда фейерверк цветов, это время чудес. Пришло время выбрать самый главный цвет года. Ну и институт цвета объявил главный цвет года. Традиционно это происходит в декабре на основании глубокого анализа тенденций предыдущего года. В прошлом году цветом был оттенок лилового вери-пери. В этом специалисты решили, что нам не хватает яркости, и цветом 2023 года стал вивово магнетто. И совсем скоро этот оттенок будет повсюду. А пока давайте же узнаем, почему все-таки именно этот карминовый красный цвет стал символом следующего года и с чем вообще его лучше сочетать. Вот этот цвет. Ну и в наш век технологий мы стремимся черпать вдохновение из природы. Этот цвет происходит из семейства красных и вдохновлен красным цветом кашинили. Это насекомые, из которых получают этот цвет. И это, кстати, один из самых ценных красителей. Он принадлежит к семейству натуральных, а также это один из самых сильных и ярких красителей, которые известны миру. Это нетрадиционный красный для нетрадиционного времени. Вот, собственно, с чем можно сочетать цвета и какую цветовую палитру подобрать для своего наряда. Ну, вообще, мне кажется, Новый год нужно встречать в том, в чем ты хочешь. Единственное, можно посмотреть на символ следующего года и отталкиваться уже от него. Спасибо всем за внимание. Сегодня с вами была я, Арина Каковина, студентка второго курса УРФУ Института экономики и управления, автор презентации Ольга Кириченко. Мы будем рады ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Да, в этом году актуальны спокойные цвета, так как кролик довольно спокойное, мягкое животное. И также не следует ярких оттенков каких-то подбирать или слишком пёстрых, потому что это может, ну так скажем, отпугнуть нашего чёрного водяного кролика. Мы сейчас ещё живём в том году, когда у нас цвет Верри Перри. Это такой лиловый цвет. Кто-то есть у нас сегодня с этим цветом? Да, да, вот это цвет года. Это и действительно, вот смотрите, вот Арина как раз говорила, что Институт Пантон, который объявляет цветом года в декабре, вообще анализ этот ведётся за много-много лет. То есть это цвет не выбрали в декабре. Цвет выбирают сложным таким, это социологический опрос большой категории населения, притом разный совершенно, разного социального статуса, разного достатка, разного возраста. Разбираются социальные тенденции, что сейчас важно, что сейчас насущно для людей. И вот сейчас, вот видели, даже в описании назван этот цвет, он необычный, этот цвет не красный. Вот этот цвет, он смешан, вот как будто бы красный с синим. Есть такое чувство, красный с синим цветом. То есть это цвет не алой крови красной, а это цвет, который такой благородный, насыщенный. Помните, всего лишь несколько лет назад, цвет, как он назывался, он же был уже бордовый, даже два раза за последние десятилетние. Марсала был, и еще был какой-то цвет, который прямо, вот вы знаете, у меня ежедневник такого цвета, ну то есть вот такой. И сейчас он практически такой же, да, чуть посветлее, наверное, поскоснее. Такой цвет, Арина, вот полистай назад, пожалуйста, с цветами. Вот Арина здесь сказала, хорошо, допустим, вот дальше, дальше. Вот, остановись. Это цвета следующего года, 2023-го, да. То есть выбирается один ведущий цвет, Арина, вот это вот, это ведущий цвет 2023-го года. А следующие, вот два слайда, это еще дополнительно цвета 2023-го года. И вот следующее, я как раз сделала подборку. Арина, вот полистай, вот обратите внимание, какие цвета могут сочетаться хорошо. Если мы берем серый цвет, вообще по большому счету, серый цвет всегда хорош в базе. Серый цвет – это отсутствие цвета. Вот если мы говорим белый, отсутствие цвета, да, ну вот хлоркой капнули, разъела, стала белая. Когда к нему добавляется черный цвет, появляется серый. Слышали же такое выражение 50 оттенков серого? Их даже на самом деле больше. Чем больше мы добавляем черного цвета, тем он становится от светло-серого до практически там графита, мокрого асфальта, и он переходит в черный цвет. И поэтому у каждого… Вернись вот в серый, пожалуйста, в серую палитру. Поэтому серый, он вообще идет как основа. Серый подходит всем и ко всему, только у каждого будет серый свой. То есть у людей с высокой контрастностью будет приближенный к черному графитовый цвет, у людей с низкой контрастностью серый более светлый. И вот в этом году вот те цвета, которые, они достаточно действительно пастельные, то есть заметили, что… Алин, да. Алин, вот как будто с примесью серого. Есть немножко такое? Вот не чисто яркие такие люминесцентные цвета, а как будто с примесью какой-то. Вот. Поэтому, но с другой стороны, это мы видим один такой… Кстати, отличаются там цвета и здесь цвета. То есть на экране здесь, но на самом деле они не такие яркие, как здесь. Цвета более приглушенные. И если мы говорим о том, что вспоминает цветовой круг Иттона, помните, как там цвета располагаются напротив красного, находится зеленый. Это даже, знаете, о чем говорит? Если у нас на лице красное пятнышко, для того, чтобы его не было заметно, его замазывают каким карандашом? Зеленым карандашом. Это место становится серым, а потом уже наносят какой-то тон. Так работают визажисты. Поэтому, когда мы в образе даже используем цвета красный и напротив него зеленый, это тоже есть цветовая ассоциация. Не зря же красные яблоки с зеленой листвой, они всегда смотрятся аппетитно. А допустим, есть такие цвета, которые… Вот мы смотрим, есть красный, интересно, вот так в четырехугольнике, да, там такой яркий, хотя он одинаковый, вот, и розовый. Ведь розовый – это, по сути дела, тот же красный, только он разбеленный. Ну, то есть белый цвет туда добавлен, и он разбелен. Следующий вот. И поэтому, смотрите, здесь то же самое. Есть зеленый, но он болотный. И есть ягодный вот такой вот оттенок, который тоже очень хорошо сочетается. Когда мы с вами здесь встречаемся и разговариваем у нас практику, мы бывают по стилистике, и мы работаем с цветом, здесь важно учесть правила. Даже если вы сейчас готовите себе новогодний образ, новогодний образ сейчас, может быть, еще этого года, который у нас уходящий, потому что год кролика у нас еще не наступил, да, хотя в принципе уже сейчас, если мы говорим, кролик какой еще раз у нас? Черный, водяной. Если водяной, это значит, какой может быть цвет? А синий, голубой, даже может серебристый. Вообще, да, вот и в Новый год хорошо же серебристый заходит. И очень красивые сочетания серебра с синим. Вот представляете, елку вы украшаете серебристыми шарами, мишурой и синие шары. Вот прямо синие-синие, вот такие вот, как вот здесь на картинке, это будет цветом тоже вот входящего 23-го года. Поэтому сочетание с синим, вот мы даже у Арины смотрим, красный, он соседний с синим цветом. И вот здесь как раз синий, красный мы видим оттенки какие-то. Поэтому, когда мы подбираем образ под Новый год, здесь уже в зависимости от того, какая у вас цель. То есть можно одеться ярко для того, чтобы запомниться, можно одеться так, чтобы это платье или костюм или наряд мог у вас примениться в различных случаях. То есть вы пошли на корпоративный вечер и, к примеру, надели платье-комбинацию, а сверху какую-либо накидку. Вы пошли на мероприятие с друзьями, вы можете остаться там в этом платье-комбинации. Если пошли на какое-либо другое мероприятие, то можно к этому платью дополнительно даже тот же трикотажный джемпер надеть и таким образом уравновесить. Что иногда делают с такими платьями, с пайетками? Проходят Новый год или оставляют до Нового года, или иногда дробят на две детали. Это как юбка и топ. Топ, который можно надеть с деловым костюмом, и юбка, которую можно надеть летом с любой белой футболкой или серой футболкой. Поэтому вот такие вот вещи трансформера. А вообще лучше покупать сразу же отдельные. Отдельный верх и отдельный низ, чтобы потом можно было таким образом миксовать. Ну у нас сегодня тема была именно не нарядов, а как встречают. Давайте вы теперь поделитесь, вот кто из вас в какой стране был и что запомнили, вот какие обычаи этой страны, как Новый год празднуют. Вот вы были, в это время там был Новый год, что вы запомнили? Кратко можно? В Таиланде действительно празднуют Новый год в апреле, и принято обливаться водой. То есть едешь на машине, тебя, твою машину тоже обмазывают белым составом, все люди вокруг мокрые, это не совсем безопасно даже передвигаться, веселяться. Вот, то есть закупают целые тазы, наполняют их водой, пистолеты наполняют тоже водой, то есть такой веселый праздник. Ну, там еще могу много рассказывать, я кратко так, Штаты, значит, у них все-таки Новый год второстепенное, наверное, значение имеет, большее значение имеет это Рождество. Новый год уже, так скажем, такой, как бы, не очень важный в их культуре праздник. Принято обмениваться такими подарками, я бы сказала, ну, бестолковыми, может быть, бесполезными какими-то, ну, просто знак внимания, открытки обязательно. Принято также, как в Таиланде, дарить, например, подарочные наборы, где уже собраны в магазине готовые там продукции какая-то, каких-то определенных брендов. Вот. Ну, это в основном семейный праздник, все отмечают семьями, компаниями. Спасибо.